Поздравляем еще раз нашего президента, его супругу, Гверед Мазаль, Бабулю Свету, дедушку с бар митцвей, Иосиф Яков, Кароншева, Худохат. И также наш президент приглашает всех на завтрак в честь катана бар митцва. Как мы сказали, как говорит Торад, человек, когда его сын становится бар митцва, должен радоваться так же, как он женится. У отца три обязанности. Сделать своему сыну обрезание, сделать ему бар митцву и женить. До этого он должен дать ему профессию и научить его плавать. Поэтому сегодня в Арухашем уже два из того, что нужно сделать, отец Иосиф Якова сделал. Иосиф Яков сегодня прекрасно прочитал сепертору благословения над Филин и над Цицит. И о том, чтобы он только рос в чистоте, в святости и в Торе. У нас через несколько дней начинается праздник Ханука. Скажем пару вопросов Ханука. Говорит закон, когда мы включаем ханукальный светильник, где нужно его установить? По закону самое лучшее место для ханукального светильника – это у входа в дом. То есть у человека есть дом, и говорит Аллахай, если у него есть двор, то он стоит у входа во двор, если у него есть забор. Как это делается? Это идеальный вариант. Человек входит в дом, мизуза у него справа, светильник слева. И если у него есть цицит на себе, то говорит Тора, что человек окружен в митцву. Справа мизуза, слева Тфилин, слева Ханукия, на нем цицит, тройная нитка, ее не очень легко порвать. Человек, который не живет в доме или опасно ставить Ханукию у дверей дома, тогда он ставит Ханукию у окна. Для чего? Для того, чтобы митцва в Хануку, кроме того, чтобы зажигать светильники, зажигать их на видном месте, для того, чтобы показать чудо Всевышнего, продемонстрировать, объявить, прорекламировать чудо Всевышнего, которое помог еврейскому народу победить своих врагов. И они подняли войну не из-за того, что их притесняли, у них было много врагов или налогов, они подняли войну за то, что им запрещали соблюдать Тору и Мисот, за то, что тогда не было свободы религии, как сегодня Баруха Шем у нас есть в Америке, и я рад вам, чтобы это продолжалось. И всем Всевышний дал здоровье и благословение. Баруха Дунай Ла Ула. Амин Ве Амин.